25 октября в поселке Лесной собрались семьи погибших при взрыве, который, напомним, произошел на заводе «Эластик» в прошедшую пятницу. Момент происшествия попал на несколько камер. Это видео из той, что расположено внутри цеха компании-арендатора ООО «Разряд». В первый момент сообщалось о смерти 15 человек. Позднее стало известно, что в больнице скончался еще один работник предприятия, и уже к вечеру, 22 октября, спасатели извлекли из-под завалов тело 17-го погибшего. Траурная церемония прошла на площади перед местным Домом культуры. В закрытых гробах проводили в последний путь 14 человек. Еще двое погибших родственники решили похоронить во вторник, 26 октября, и один человек будет похоронен в Казани. В Рязанской области в связи с произошедшим 25 октября объявлен днем траура. В день взрыва 22 октября временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян после экстренного совещания сообщил о той помощи, которая будет оказываться родственникам погибших. В общем-то сейчас главой администрации с руководством непосредственно предприятия будут произведены соответствующие выплаты, ну и оказывается помощь психологическим сотрудникам, в том числе нашим. Алгоритм в каждой чрезвычайной ситуации именно такого. Губернатор Рязанской области также заявил о выплатах в 1 миллион рублей, которые получат семьи всех погибших при взрыве. Сегодня на своей странице в соцсети он объявил о том, что потерпевшим будет оказана всесторонняя помощь. Сейчас поручаю сотрудникам Министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также нашим юристам выехать в лесной. Прошу также организовать выезды работы нотариусов непосредственно на месте. Нужно помочь людям, рассказать об их правах, проконсультировать, оперативно оформить документы. Кроме того, Николай Любимов написал о том, что лично будет контролировать, как ведется работа правоохранительных органов в определении причин случившегося. В то же время уголовное дело о взрыве передано в Центральный аппарат Следственного комитета в Москву и уже стало известно о задержании двух человек. Речь идет, скорее всего, об учредителе компании ООО «Разряд» Александре Егоршине и генеральном директоре Сергея Нестраткина. В настоящее время решается вопрос об их заключении под стражу. Мужчинам вменяется часть 3 статьи 217 Уголовного кодекса «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшая смерть двух или более лиц». Анна Герцовская, Андрей Тюрников, телекомпания «Город». Да, конечно.